У тебя есть предпочтение? Или ты... Вообще я... Болею за Гнимша, но он что-то как-то... Как-то... Неволевой играет. Трамп показывает совершенно слабую игру. За Трампа я не болею. Вообще? Прям ошибки какие-то я просто не видел по этому. Ты просто не видел что-то невероятное, он такое чудит. Есть вот один знаменитый... Я много болею, всех недолг симпатизировать больше. Есть один знаменитый стример... Не буду говорить... Он обычно говорит... Но сейчас пацаны на скиллухе всех победю, побежу. Потом что-то творит невероятную фигню, а потом... Ай какой же он саный локерок, как же ему повезло. Головой так еще на камеру тряс. Что ж не завозим. Да, Трамп сегодня... Трамп с аренкой пришел, с дечкой все понятно. Да, началась игра. Трампа тот же самый паладин на... С аренкой. Это знаменитый паладин на фигне. А чем играет Док, пока не совсем понятно. Нет, но мы смеемся, смеемся. Он сейчас даст, покажет как надо играть. И мы такие, блин, забираем свои слова обратно. Срочно все в ладдер и пошли-пошли. Все вот эти карты кажутся абсолютно смешными. Потому что мы смотрим с позиции ладдера. Там когда фейс-ханта ты встречаешь, и он смеется прямо в лицо твоим паладинчикам. Ну и в турнире хантов-то и нет. То есть тракта-то может сработать. А там... Это не папчики. Там другой паладин. Там паладин с кривой рукой. Блин, зато по мане все два, три, четыре, пять. Вообще замечательно все идет. Да. Идеальная карва. Я рад, что лайфкоч закончил и уже вышел из этой группы. Потому что его в веревке на игры сильно затягивает все это. Не то чтобы было бы неприятно смотреть, но как-то слишком уж, слишком затягивает. Так, что надо сказать? Там, по-моему, еще один игрок. Нейл тоже появился. Я просто этот вик из них помню с Вова. Был такой игрок. И в итоге мне вроде сказали, это он же сейчас пошел в хэс. Тоже долго думает парень. Вообще всегда дофитилен. Нам починили руку. Смотри, тут есть. Да, вижу. Хаммер есть. Есть призыв бойс. Ну, в общем, тетку Тритрем сейчас заберет. Надо призыв оставлять на жонглера на пятый. Хорошо пойдет через монетку. А вот если бы не забирал на следующий ход, Трамп мог бы приинсталлировать плюс четыре токена. Два раза обернуть. Было бы неплохо. Такая фановая комбо деку Трампа, по-моему. Может он даже как-то несерьезно относится к этому. Взял какую-то фановую деку. Ну, он не был готов. Просто мы сказали, быстро собери. А, что там в этой подсказке, знаешь, когда тыкаешь колоду, что автоматически тебя не собирает. Все, погнали. Времени нет. Еще одна попытка починить руку Дога. Так, ну что ж. Начало вроде неплохое для Дога. О, смотри. Слизнюк. Неплохо, неплохо. Правда оружие столько, что все не переломаешь. Ну, да. Может быть и смысл оставить. Хочешь что-то. С шредера выткнуть. Ну, если оставить, то он просто слом убьет тебе. Ага. 2-3. Вот это 2-3 убьет. Ну, я об этом и говорю, что это самый экран показатель. Бывает тоже. Все, пара секунд задержка, но откуда она берется, непонятно. Видимо в Барнауле интернет получше. Ты видимо там поближе находишься. Ага. Там прислали, что лагает, лагает. Да, ребят. Я с вами в Барнаул даже сижу смотрю и все, ничего не лагает. Быстрее, чем в Питере, ребята. Барнаул ближе к Европе, чем Питер. Мне кажется, консекрешн все-таки он даст. Это разумно. Да, он дает консекрешн. Не надо было мне обновлять поток, потому что я уже вижу, как он получился. А, слушай, а может быть причина в том, что я смотрю давно, да, и у меня небольшая задержка сложилась. Может быть в этом причина, да. Ну смотри, ты можешь дать экран, буду смотреть. После партии сделаем. Буквально пару секунд разница. Я тогда представлю, что я не знаю, что он сейчас делает. Монета. Мне кажется, какой-то мурлок. Иван, как ты думаешь, какой мурлок? Скорее. 2-5. Ну-ка, угадал, Иван, угадал. Ну-ка. О боже, невероятно, как ты это делаешь, Иван. Ребят, ну понимаете, 10 тысяч побед в ладере, они как бы не рождаются. То есть, все приду. Сейчас я у него тоже угадаю. Что это за магия такая? Не, я не буду спойлерить. Неплохо, док, проинсталировал мурлока. Сейчас попрет. Вчера показал, а, да, вчера, по-моему, супер диджей скилл. Или кто? Я уже не могу вспомнить. Супер диджей. Ну, второй мурлок, так, чуть послабее, чуть-чуть послабее. Ну, да. Мистер меч к нам идет, пытается защитить мурлока. Так, если ты пытаешься защитить мурлока, не лучше ли было мурлоком 3-4 убить стенку, а мечом убить робота? Ведь ты все равно теряешь мурлока 3-4, а робота? Еще карту даст. Мне кажется, стоило мечом все-таки забирать робота, а мурлока 3-4 ранить. Ну, да. Он так его отдал прям. А у меня этих мурлоков, знаешь. Удал целиком мурлока, так бы он еще принес пользу бы. Все равно бы трамп бы менялся, потому что этого мурлока оставишь на столе, он у тебя самый выигранный. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Этот мурлок дает такое преимущество догу, что трампу немножко загрузить сложно. Ну, вчера Редью просто выиграл бой за счет этого мурлока. Он 5 ходов простоял, он там 3 этих мрачноглаза показал, 2 каких-то жирных еще были мурлока и просто выиграл игру. Он даже Рено не помогал. Даже Рено не помог? Боже мой. Даже? Представляешь? У нас просто 60 хп так. Интересно, не лучше ли было сейчас вот на один не ходить, а убить что зомби, поставить джигулера, поставить призыв бойс и еще обилку. Ты выстрелишь 4 раза и с большой вероятностью забирал то существо. Что-то не хочет играть в руковое, не хочет выставляться просто так. Наверное, будет. Живота обилку, да? Да, мастер в батон хочет оставить на паропрокачку. Не попал, не попал. Все-таки в Мирори нет смыслах так отдавать. Это не очень-то и важно, потому что тут только Териона ставить. Ну, странно, такую дочку показал Трамп изначально. Мне кажется, она в Мирори. Даже если был нормальный старт, у него было все по мани, но в итоге он слил стол и по картам. Вот тут у нас итог. Мурлок две карты аж накачал. Ну, надо заметить, что когда Трамп играл с... Кем там играл? С Лайфкошем, кажется. Да, играл с Лайфкошем. Он играл с ним Мирор паладинов. И у Трампа был вот этот вот странный паладин у Лайфкоша. Тоже, кстати, странный паладин. И Трамп его затащил. Хм. Ну, странно, странно. Здесь только похожа классика. Да. С ТГТ. Похоже, к нам сейчас придет много. А еще кто-то на Ренота есть? Кто-нибудь сегодня показывал? Да, сегодня был. А, у Трампа как раз Рено, я вспомнил. Потому что вчера одни Реношки были, там прям руки. У Трампа Рено паладин. И тут был прикол, когда Лайфкош понял, что он играет против Рено паладина, он у себя в браузере открыл хардпаун, нашел там деку Рено паладина, чтобы почитать, посмотреть дек-лист. И, соответственно, место руки Лайфкоша вверху мы увидели хардпаун с описанием Рено паладина. Ой, замечательно, наверное, вздоровался просто. Это было смешно. Смотри, сразу у бабов. Хорош. Он же сидит реально, у него камера с зеркалом. Я думал, может там что-нибудь пропали, там покажет, стрим смотрит, еще чего. Ну, из того, что ты ожидал, ничего не было. Ну, ладно. Я, конечно, не знаю, чего ты ожидал, но этого не было. Это пустой стол, у нас есть живот. Ну, это такая медленная смерть начинается. Да, да. Это называется игра. Проиграю за большее количество ходов. Сейчас будет пытаться. Что-то будет. Давайте это. У меня сейчас 8, 9, 12 дамага на столе. У меня еще... Ой. Что это? Там в будущем есть ли эффект? Там прикол в том, что, если я набираю в скайпе, все нормально. Как только мне звонят, у меня начинается как будто я из ведра. А давай ты мне перезвонишь просто после этого. Да не вопрос. Звони мне. Звоню. Сейчас я тут играю. Да, после этой партии. Да, я заодно перезапущу браузер. У нас Consecration даже нету дога. Слабоват, слабоват. Есть еще один призыв Boys. Так, равенство он не отдает, да? Я бы думал, он равенство отдаст и пострелит. Да, перестрельбу не дурно было бы равенство отдать. Да там он умирает от ответного Consecration. Тоже может разумно. Ну, собственно, и так он бы боится ответственно Consecration. Робот, он сейчас Ходсит, например. Да он все почистил. Еще стреляй, давай, давай. Поставим хп. Ну, убьем Жанглера. Один уже пользу догом. Так, давай я туда тебя наберу. Сейчас покади припасения доходят. Или у тебя там уже в будущем он уже ждал? Да я уже все посмотрел. Все понятно. Так, это невестник Рока. И он сразу погрустнил прям такой. Эх. Да. Один уже пользу догом. Так, перезвони мне? Угу. Угу. Алло. Раз, раз, раз. Ну, блин, надеюсь, что все починилось. Ну, я тоже. Сразу давай экран. Буду туда смотреть, чтобы не спойлерить. Сейчас я обновлю, да. Так, ребята, вторая партия. Трамп док. Док ведет со счетом 1-0. Трамп оставляет, оставляет со Рено Паладина. Док берет Друида. Мне кажется, Друида должен разодрать, да, его? Кого? Паладина? Рено Паладина, да. Ну, скажем так. В принципе, да, может. Там на старты вот эти Алдора могут все испортик. Это на всякие 4-6, на дерево. Это что такое? Пандерен? Пандерен. Это Рено Паладин. Тут всего по одному. То есть можно еще Рено вернуть опять и это сами прокручивать. Ну, можно Рено вернуть, можно интенданта, можно мужика на черепахе. Ван Клакар, бретер. У тебя сейчас как идет? Что происходит? Пандерена. Да. Все отлично. Так, а здесь у нас Мистер Тень идет. Трампу так удачно 1-й дроп завезли на 2-й ход. Обожаю, когда на 2-й ход придет 1-й дроп, на 3-й ход 2-й дроп приходит. Ну, это как Мана Разгон Друида под конец. Сидишь ты? Тарнаасик сразу напихали там. В Вайл Грофу и подругу, и посижу. Так, тут у нас либо Рогачи застрелит Панду, либо мы крутанем Гнев. Рогач. Рогач. Так, только так. Джуппи Рогач, еще один в руке остался. Нет, не остался. Да, один в руке. Да, один в руке. Окей, вот. Просто. Рассинхрон небольшой между столом и рукой. Так, что мы здесь можем сделать? Немного что можем сделать. Можем ЛАТЭПу попробуем поставить. Туда мы теряем стол. Можем интенданта маленького, но нафиг он здесь нужен. Да, он вообще никуда не уперся. Одного только бафнет, то разменится. ЛАТЭП похоже. Что-то тупдекнулся, я не вижу опять рассинхрон. Дракон, дракон еще тупдекнулся до рассинхрон. В итоге у нас, ага, шредер есть. Есть шредер, но можно меняться с драконом в 2-1 и наверное шредер оставить. Да, да, похоже здесь вариант. Что-то мне вот эта двойка вообще не нравится с каким-то там прагом. Довольно неуклюжий ход по монету у нас креновато, но выбора-то нет. Мы подставляем ЛАТЭПу под размах, но опять же выбора нет. И там скорее всего размах-то и пойдет. О, видал. Смотри, мужик, да. Тускар, клыкар. Клыкар, тускар. И проиграл. И проиграл, да. Ну, в принципе, он и стал. 29 хп, собственно, у него. Да, поэтому тут. За 5 ман и 5-5 забил. Все, свайпец, гнев, прокручиваемся. Да, свайпец, гнев. В атаку ты бы пошел? Все-таки 5-5 уже солидно. Уже меча не боится. Не-не-не-не-не, против паладина точно. Но смотри, ты как бы говоришь нет-нет-нет, потому что видишь сову. А если ты дождешься... Алвалдоры, совы, там много всего отвратительного. Даже если ты получишь Алдора, на следующий год он станет 2-6. Это снова большая угроза. А так ты можешь дождаться какое-нибудь равенство консекрэшена. Так ты хотя бы раз сходишь. На одну тень равенство консекрэшена... Ну, на одну тень сейчас, да, не стоит. Ну, мне кажется... Не-не-не, я бы не пошел. Я редко так ухожу идти. Я против... Бывает, против какие-нибудь локов, когда я понимаю, там, страх перед шедо-флейми еще, то есть выхожу, а так против паланья. Нафиг. Даже если ты... Он выставишь тень, Алдор, вдруг у него пушка тупдекнется еще. Он с пушкой с Алдором тебе эту тень заберет и как-то все неуклюже выходит. Мой опыт говорит наоборот, что чаще тень нужно использовать два раза. Кто? Мой опыт говорит. А, опыт? Я думал, кто-то опять из стримеров сказал. Из этих... Типа Трампа. Смотри, как удачно полетела, да? Вообще хорош. Перфекто. Шреддер на себя сразу две. Бонгу забрал еще. Вот она забирает на себя. И БГХ идет. Отлично. Надо ставить, ну, думаю, двоечку. Да, командира и один раз связать обилку. Там у нас тень 7-7. Там можно Таурица на белку, можно робот-тень. Таурица на белку, мне чуть больше нравится. А, там БГХ робот. В смысле, кипер-робот. Кипер и робот. Сейчас равенство консекреции точно можно получить. Поэтому надо ходить хотя бы раз. Ну, сейчас он уже идет, да. Боится. Так, а вот он. Пандерин у нас ушел. Рено будет только на один раз. Понимая, что там летал. Если тень жива. То есть, надо убирать и тень, и каким-то образом и рогача еще слить. Ну, тень-то у нас сову уезжает. Ты не можешь и убить тень, и рогача. Точнее, Трамп не может. Ты-то можешь, конечно. Спасибо, спасибо. Сова. Ну да, тут не получается сыграть круг комбы. Потенциальный летал. Ну ты можешь сделать сова Рено. Либо сова Мариэль. Ну, туда умрешь от комбы. А, тогда я летал. Ну, потенциальный летал. Ну да. Это если бомбочка в лицо на семь. Потенциальный летал. На двадцать четыре будет, если там есть комба. А комба с большой вероятностью есть. Надо бояться комбы. Соответственно, сейчас пойдет раннее Рено. А раннее Рено – это полный отстой. На девяточку все, в общем. А он может уже сыграть? Довольно Рено в Рено. Ну, судя по тому, что здесь есть панда, там вообще всего по одному он может сыграть и уходит на шестой ход. Нет, Мариэль рискует. Рискует Трамп. Он сегодня весь день рискует. И иногда даже настолько неоправданно. Да, весь день рискует и каждый раз не прет. Но в этот раз, смотри, фартануло. Нет там комбы. В этот раз он первый раз рискнул и повезло. Ну, сейчас он должен книт уже найти. Должен? Карты как-то не видно. Что там? Там, по-моему, Кипер еще один. А, вот дерево пришло и четыре шесть друид. Так, чистит стол друид. Нет, не чистит. Убивает малыша вместо совы, боится прокачки. Ух ты! 4-3 недурственно. Хороший. Недурственно. Киберспортивненько. И что-то у Трамп-то и делать-то и нечего? Только убивать как-то 4-3 через Кукхаймер и уже Реноп надо будет поражать. Может даже его, ну, внутри сова отдаешь туда. А, нет, тогда он не отхилится, а 4-3 на 4 еще не похилится. Здесь вообще проблемки. Ну, там в Камбе все еще нет хороших новостей. Из плохих новостей там столько всего другого есть. Ну, вот так вот сидишь, представь, карту закрыл. И у него в семь карты друиды прокрутился, смотришь, да там уже ну все, ну по-любому б не зашли. Там уже все же не перед глазами. Да. И понимаешь, что смерть рядом. Ну, мне кажется, все-таки Кукхаймер и Рено. Такое чувство. На следующий ход, даже если он тебе продавит, ну, лэвхэнд может. Ну, лэвхэнд это такой, знаешь, опять же, я чуть… Выживая большее количество ходов. То есть, ты сделаешь лэвхэнд, он опять же струкаш тебе нанесет. Слушай, а, вот так вот. Ага. Ну, да, он 4 на хил, он хотя бы спаллый 4-6. Что, 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 что там завезли? Не видно, не видно. Но в любом случае, даже если комбат еще долетал далеко. Сейчас пойдет, наверное, Таурисан. Можно все это дело менять. Волгров, Таурисан, размен, дерево на 5-1 остается. И вообще отлично. Почему-то большой лак с рукой, до сих пор там ничего не видно. Да, вот, Таурисан. Ну, что поделать. Надеюсь, все исправим. И нервы спрашивают. Ну, получается, муди друиды и тени еще. То есть, можно сразу трех разыграть. Трехно. У нас все вышли киперы. Да, киперы ушли оба. Все оба. Оба все. Оба. А Харрисона тут нет у него. Затрудняюсь сказать. Ну, судя по двум БГХ, наверное, не помещается там Харрисон. Продолжает искать. Надо разгон завозит. Ну, вот, вот, Дарнаски пришли. Вот это здорово. Ох, сейчас бы Дарнасок получить. Ну, скорее всего, с руки он сейчас снимет бабл и поставит друиды 4-6 с нервейта. Нет, тень ставит. Не, он все равно будет. Он, наверное, в бабл-то ударится, чтобы, если меняться, теперь он пошел в размен, то он у себя... Ну, бабл по-любому надо снимать, да, это очевидно. А вот я думал, он поставит друиды 4-6 в придачу. Смотри, еще ставит Дарнаску. Ну, правильное дело, трех-то в руке уже. Второй вот-вот должен прийти. Правильное дело, что ставит. Вот сейчас, если Консекрэйшн подвезут в паладину, будет не дурно. Хаси бэйби, что-то. Харрисон с другой стороны. Харрисон с другой стороны. Хм, кто-то меня звал. Да-да-да-да. Прикольной была бы механика, если ты мог выбирать, типа, ломать свою пушку и добирать карты. Прикинь, сидишь, понимаешь, что тебе, ну, ладно, там, пушка не нужна, давай лучше карты, заберем. Берешь Харрисон свою пушку. Берем, какая разница, что в музей нести? Такую пушку. Тем более за свои пушки еще воевать особо не надо. Взял и забрал. Да-да-да, взял, только сидишь с одной картой, блин, а что-нибудь топдекать, берешь Харрисон свою пушку, ломает, и карту взял. Ну, два отхода-то, Урисон, правда, просидел тут. Да-да-да, тут там уже рука. Пошмар. Два друида по три маны. Тут можно и без пеньков, в общем-то, два друида. Друида, одну ману можно, пожалуйста? Да-да-да, конечно. Спасибо. Если бэйби. Что за переписка? Слушай, а почему он не бафнул кучу малышей? Ну, куча-то трех. Смотри, тут еще слезнюк есть, а он явно ненавидит оружие. Ну, прям против друида забился, видно. Ну, надеялся, наверное, встретить там секрет палов или мидрейндж палов, варов. Да, вары, наверное, это основные клиенты. Другие в виде друида. Так, ну что, давай считать атаку. Кто там пришел на топдек? Спасибо, бэйби, пришел. И цифры какие-то. Ой. Шоу-мо, да. Рев, второй рев. Смотри, у нас хватает десять маны на двух друидов и два рева. Ровно десять маны. Три, три, три и один. А, по-моему, он летал. Да, с двумя ревами, да точно. Два друида, два рева. Точно летал. Мы лицом забираем Териона, и получается, каждое существо получает плюс четыре атаки. И лицом на пять идем. Сколько это там? Девять, шестнадцать. А там чат посчитает. Да, там еще, еще. Короче, тридцать два. Тридцать два, ребята. Атака на тридцать два. Пиньки так и не пришли. Два ноль в пользу дога. Хорош, Трамп становится еще грустнее. Начинает. Вот это главное не поймать. Все равно вряд ли эхо. Странно, странно. Почему все равно эхо? Ну давай еще что-нибудь придумаем. Опять эхо? Слушай, я не знаю. Вчера же нормально все было. Наверное. Может у тебя голос такой как бы с эхом сразу? Тебе в жизни не говорят, что у тебя эхо какой-то? Да нет. Странно, а почему нет звука? Звука нет, почему? Саша не сказал. Причем это вот когда ты ведешь трансляцию, то есть когда ты передаешь мой голос, почему-то такие проблемы. У меня же все же нормально, когда мы с Сашей сидели, вот мы сегодня с Мирой и Сашей сидели. Сейчас как бы звук вернуть, ребята. Не знаю, не знаю, ребята. Звук рекламы вернул. На каком-то этапе у нас отвалился. Проблема. Проблематично решать такие проблемы с задержкой. Ты вроде настроил, течетесь, да все так же. Я могу понять. Вчера у меня с Сашей были проблемы. Что звук пропал. И услышно было, ну очень тихо. Да я и смотрел, да я понимаю, что ты. Вначале тихо, потом громко. Угу. Задержка, да, неудобно. Но без задержки. На 100% везде выкрутил бы и все. Без задержки турнир стремить странно как-то. Если там лайфко очень хардпаун открыл, то открыл бы сразу стрим турнира, чтобы более детально изучать деку. Да, да, да. Че уж там, на хардпауне. Не, вообще тут говорит не было эхо. Не было когда? Да. Ну, сейчас не стало. Вот когда мы все починили. Он когда перезвонил. Ну все, отлично. Ну, значит все отлично. Это у них в голове, видимо, их какое-то. Ну что, ставим мазохиста на убой? На одну карту? На топор? Да вообще можно. Тут же два жердяя, в принципе, тебе достаточно, если он даже одну карту принесет. Мне почему-то кажется, нужно не жадничать с мистером мазохистом, исходя из того, что это контроль вар на контроль вар. С большой вероятностью это будет фатиг, фатиг файт. И, соответственно, лучше будет. Да, он одну карту, он все пол пушки забрал, одну карту принес. Это уже от него достаточно. Вчера мы смотрели игры, их вообще не выкладывали, даже блок не прожимали. Да, я смотрел. Но там сделал ошибку игрок, когда не поставил Харисона на пустой стол, да. Это была грубая ошибка. Да, сидеть, куда ждать. Было дело. Так, ну что, какой топор к нам придет? А, хороший, хороший. Нет, в смысле на столб какой придет. А двойка, зачем сейчас четверку крутить? Двойка идет и с армором хорошо идет по мани. Четверку нужно ставить, чтобы на следующий ход животик убить. Ну, он же об этом не знает. Мы ему скажем. Вот он, животик у него там. Здорово на самом деле, что теперь с потока все это идет и не добавляешь. Да, когда в соло ты это комментишь и все делаешь. Я сидел вчера там исправить, там что-то поставить, ролик пустить, название стрима. Здесь прям здорово, что не отвлекаешься на эти моменты. Ну, собственно, так и должно быть. Не должен один человек всем этим заниматься, иначе качество обеспечить невозможно просто. Угу. Наконец-то, ребята, у нас крутая трансляция. А вот и животик, Трамп, смотри, нам не тот топор ставить. Ишь ты, Трамп. А мне кажется, он сейчас вообще это, да, у щилдмейден поставит защитницу. Ну, да, да, как и опция есть. У нас выбор танец. У пушки менять это вообще как-то не... Упоек с этими рельки есть. Робо начинает ровенько крутить армор. И кажется, мы это досмотрим матч только где-то ближе к новому году. Может, здесь будет уже файтик. Но обрати внимание, что лайфкоча нет, и они завершат ходы до веревки. Так что надежда есть. Да, ребята, похоро, быстро думаю, кстати. Подтикнутся по-быстрому. Удар с шитом, там с монеткой удар с шитом. Смотри, как хорошо, да? Раз, и опа. Опа! И тут у нас есть удар с шитом. Ну, какие два химмерспортсмена, не нарадуясь на них. Можно, кстати, Мирель даже воткнуть. Да, я, кстати, и думаю, да, Мирель удар с шитом. Идёт она в размен, ну ладно, зато заберёт Белчера, пушку заберёт. Ну, тоже ладно. Зато начнётся крутить-крутить армор первым. Ты всё равно в Мирель не желез, ты как ни крути в Мирель, то так. Да, конечно, так уж 3-3 хп, ну, это... Будь она 3-6. Чё, будет казнь, там не тратит никогда. Так, Трамп думает. Он хочет... Что он хочет? С фаскмайстерами, что ли, 3-4 ещё туда? Сколько? Трамп хочет сейчас играть друидом, о чем он хочет. Может, он хочет топор сменить, убить живота, но это... Вот, кстати, друид друидом, а вот когда тебе Мирельку ставят в Вар, у тебя друид начинает так... А ты к тому ходу уже должен стол иметь. Вот, когда в Вар ставит Мирельку, а там уже стоит тени робот. И ты ставишь Мирельку, а в ответ комба. Да. Гиддончика поставил, смотри. Мило. Он, кстати, партию Кочу ключевую проиграл, просто поставив Гиддона на Мирорейнде, тебе очевидно. Да? Так вообще исполнил. Он узнал или он так и решил? Ну... В смысле, что знал? Он увидел, что там секрет. А больше ничего не было. Секрет Мехмага. Причём у меня опции были великолепными, была полная рукокарта, мог абсолютно безопасно сыграть, абсолютно безопасно против всего заложившись. Нет. Гиддон на секрет Мирорейнде и в ответ летал. Ну, я когда такое вижу, у таких игроков значит что-то случилось. Не в игре, что-то может быть. Мама борщ сварила, я АФК. Да-да-да, может на личном фронте или личной жизни, всякое бывает. Может быть, да. Смотри, там Изера есть. Иван, гляди, гляди, Изера! Вчера? Вчера Ксикса был. И из Изера, и с Десфингом. За что ему огромный респект. Из Изера. Может, похуже любителей Десфингов. Ха-ха-ха. Чё, Калента, что ли, не смотрю? Не видят, как он Десфингой себе поставил? Не помню что-то. Нет, не видишь? Ну, я же комментировал, просто Десфинга не помню. Да, это было на стриме на Ладаре, он все варо запихнули. А, нет, нет. Когда был был, как Серед Павлов. Там все мне пришли, начали советовать, что вот Книг и Свинга. Двойная Морель. Отлично. Ну, у нас на этом баш есть. Популярные игроки могут по приколу взять нормальную деку, запихнуть любую деку. Кабана, да? Это 1-1 с рывком. И все видно в турнире. Все, Кабан, ребята. Точно, Кабан же нужен, чтобы трапы убирать. Там насчет какого-то упремьера, да? Комментаторы не понимают. Я в свое время в комбо друиде играл Кабаном, потому что так комбо за 9 маны на 14, а с Кабаном за 10 маны на 17. Это было очень круто. Ну, можно Магу на копию отдать. Никто не ожидает комбо у друида на 15. Все играет. На 17? Какие 15? Кабан получает 3. На 17, да, да. Вы просто недооцениваете. Блинцы же говорили, что этими картами не играет, потому что им не находят применения, так как у них не просто недооценивают. Ну, я помню тут Рюбенброда, он про Магну ярости рассказывал, что его же можно раскачивать, ребят, ну вы чего? Кого можно раскачивать? Ну, Магну ярости. Ааа. Просто они не играют, потому что все карты, я помню, все карты хороши. Все классные просто имени нашли. Просто некоторые маговые ярости. Сделали уже ледяного там где-то там. 1. Как они друг другу-то, а? Хороших ролей, очевидно. Хороших ролей, очевидно. Шелслэм, живот, наверное. Сейчас в чате. Я знаю, я знаю. Можно Сильваны забрать, я реализирую. Олег сразу, что ты делаешь? Что ты делаешь? Надо забрать. Хороших ролей. Я зарепорчу за это дело. БГХ, а драконы-то уже и сыграли. БГХ опоздал. Тут, по идее, может быть, Рагнаролдс есть, Гидона уже нет. Ну и что тут делать? Ну, тоскмастера, что ли, пускать с потасовочкой? Таскмастер, например, в 3-5 и идти потасовкой. Можно тоскмастеров в тетку 5-5 и БГХ дать. Потому что Гидон, драконица уже ушли. Не велик шанс, что там еще что-то осталось. И тут есть БГХ, но там еще есть Гидон и Громаш. Этот БГХ нам пригодится. Жалко карты, не видно, сколько осталось. Да-да-да, не посмотреть. Ну, по-моему, примерно порно там идут. Может, Трамп чуть больше сделал? Ну, он не особо не дроун. Нет, у Трампа быстрее, потому что у него колита и пыли. Этот был, и он все побыстрее. Крутится, что ли, с пушкой? Давай Таскмастера туда. То есть идем в 2-2, Таскмастера в 4-2. Я бы для начала заарморился бы и посмотрел бы на топдек. А потом бы принял решение. Аааа, он щелблок не будет юзать. Не будет юзать. Просто заармориться и прокрутить карту, чтобы посмотреть, топдек принять решение. В смысле, все-таки ты хочешь щелблок делать? Да, я хочу делать щелблок. Чтобы принять решение исходя из топдека. Ну, ничего не меняется. Убивать. Не Таскмастера с руки забирать БГХ, а Таскмастера не ставить. Таким образом мы защищаем своего живота. Он не убьет его с того, что со стола. И мы не потратим на ничего. Но, похоже, он через Таскмастер все-таки играет. Угу, все-таки Таска. Так, Громашеком под БГХ отвечает Догг. Громашек. И Зеру держит, а Трамп, ответ, держит Сильвану блок щитом. Плохо, плохо. Громашек так ходит. Я его додаю тогда, если реально есть Десвинг в колоде. Да, можно там что-то Громашек отдавать. Это как темпы БГХ. Да, да, да. Но все равно улетит, когда Громашек придет. Все равно умрет. Когда Десвинг прилетит. Стой, стой, стой. Не, не, это дешево, дешево. Нет, Трамп. Нет, нет, не ведись. Это очень дешево. Не забирай Громашек 10.6. Там же потасовка, друг. А он не будет забирать, а просто ставит. Зачем? Просто ставит? Ага. Нет смысла. Еще ПГХ. Слушай, мне кажется, Трамп рассчитывает снять ему ХП. То есть, он думает, что это будет не фатик драка в итоге. Он думает, что это будет драка на ХП, поэтому он так щедро выставляет. Но у них еще, на самом деле, игра-то там еще попал колоду в деке у них осталось. Ну, он сейчас заберет 10-2 армора и передаст ход. Тут ничего не сделаешь абсолютно. Вот я бы поэтому не стал Сильвану, если бы на столе не блоккарты, который бы я точно хотел получить себе. Сто процентов казнь. Забавно, у Догоня способа дешево забрать Сильвану. Угу. А он и зер не может поставить. И зер поставить не может. И под казнь Тоскмастера на топор, казнь, наверное. Смотри, Тоскмастер, казнь и Гидон. А если Тоскмастер заберет и Гидона убьет. Ага. Интересно, интересно, да. Элегантно довольно. Хороший ход. Похоже, там он с топора собирается забирать. С топора и Гидон. А потом с Гидона с БГХ на следующий ход. Оп, оп, нормальная комбинь. Обрати внимание, у Дога 14 ман и у Трампа 41. КП одинаково. Не знаю, Тоскмастера дал с Гидонок. Да, мне тоже Тоскмастер больше нравится. Уже. Ну здесь казнь по-любому, а что ты еще остается делать? Угу. Тильвана все равно дорого сыграла. Хоть ничего не украла, но... Ломать ли пушку? Я думаю, можно. Мне кажется, если Трамп пошел в хитушке играть, то он туда ломать. Ну, как карты убирает. И Харрис, еще щелблок. Да, да, да. Еще один аквалид в колоке. Такая дэчка. Оставляю. Минус играет против. Просто если Дог отобьется по агрессии, то Трамп дэкнется. Если отобьется. Потому что порит он очень успешно. Обрати внимание на разницу в арморе. Очень успешно порит. Угу. Ответы на все есть. БКХ, еще слэм, визерл. Все есть. Кто хочешь. Пушка вот. На мелочь. Овощи, пушка. Вот это все. Очень много, да. Армора. Даже если до дюдофатика, то чем хорошим не венчается. Ну, Трамп сильно опережает график. Очень сильно. Надо посмотреть, насколько конкретно карт. Идет у нас бум. А у нас сейчас БКХ панды крутанут. Ах да, это же другая дека. Ага. Так, и что делать? Неужто удар щитом приходится отдавать. Проблематище. О, удар щитом в лицо на 47, а? А? Не, он... Хорош, хороший. Я думаю, с пушки заберет его просто. Может быть, да. Потому что столько армора можно... А, ребят, деньги не проблема. И будем разбивать. Ну, 47. Господи, семерочка туда забрать, еще 4. У тебя только, можно сказать, на 3 продамажит. Идет. Я думал, с БКХ пойдет в Си в семь угнет. Зачем такие хитрень? Он идует удар щитом. А еще в сам фитрень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я бы точно забел... Ну, кого? У тебя столько армора, можно было... И Харис нам бы состал. просто допустим хариса на пустой стол не такая плохая идея но ты попросили молотом и зеро правда док не уверен что у трампа нет трое казни соответственно он когда стоит и зеро боится что на подказе она не ставит но док очевидно сейчас играет fatig и у него уже выбора нет как играть fatig похоже похоже в трассе работает потому что 4 армора вход полная агрессия трампа остановлена там же нечем нечем давить но ты сейчас начнется харис накрутиться армор смиф как-то круче все броню все карты скинет давить нечем вот его группа тусовки уже начинаешь играть то есть по одному только ставишь два максимум два существа на столе до 1 уже стоит на столе но уже но это как ну да морское существо это уже раненое существо которое выпало из другого ветеран они как правило сильнее чем юные бойцы не моралью давит других бойцов поддерживать вот она колитность если он не пойдет нас на стол надо посмотреть сколько карт у них осталось чтобы понять тому же уровень 10 наверно похоже надо но лучше дышать потащить рамки на 4 карты ты его переживай так и зира идет а у нас нет казни разве что лаки потасок у нас спасет через свою смешно у нас не было казни но теперь есть но тогда не было и карту так себе достал бог дракон 76 неракобы лучше может быть и рискнуть со своей поставить и потасовку чтобы казнь сэкономить ну что он там отдал него он уже много тоже были алекстразы и громош и этот я думаю потасовку сейчас попробую но если потасовка коряво отыграет он просто даст казнь вопрос ну по такой логике можно сейчас дать казнь а потом дать арморку потасовку оба на хахахахаха и тут-то дом говорит от ты не хороший засада была что выставляем шилб мэйдэн какой Какой флэйвор текст у нее, художественное описание? Что-то там про женщин, что-то куча мужчин за нее прячется. Что-то там про женщин это да, это везде всегда. У нее там кто-то три или что-либо, там мужчины за ней прячутся, я не могу вспомнить. Какой-то смешной, забавный запомнил. Например, мне сильно понравился про этот турнирный бот, лихтон 5-5 на лошади, там заводится 5 часов, работает 2 минуты. Кто? А, который не работает стоит. Ну то 5-5 на коне такой бот еще, этот самый из нейтрального бота. А, я понял, понял, да, понял. Заводится что-то 3 часа и работает одну минуту. Такие запомнил прикольные, а другие не так мимо меняют. Трамп как бьет лицо. I will hang you down, говорит Трамп. Тоже гром, может, так отдал на шару. В итоге получил БГХ. Ну, армор-армор, но мне что-то не кажется. Складывается иллюзия, ребята, что Трамп вроде как давит, а на самом деле он декается. Декается и улетит он первый. Вон там уже виднеется конец колоды. Ох. Виднеется донышко. Так что, ох, там потасовка, там Сильвана, там. То есть. Угу. Смотри, если он знает доктора Бума, то док просто дает таск-мастеру БГХ, БГХ становится 6-1, идет Бума и топором в лицо. Все, чистый стол. Да? Замечательно. Просто замечательно. Опять Харрис нажмет, он так дожал. Не любит его восстанавливать, знаешь. Трампа надо в Элью, чтобы как-то отыграть нормально. В Эльмитаун. Все будет ждать, наверное, пока вообще все пушки не уйдут. А ты заценил, что у Трампа на стене плакаты по Харрисону висят? Да, я вижу. Молодец, подготовился. А у Того скелет? И цветы. Тоже подготовился. На голове цветы. Ну, они растут. Опа, на шоу-моа опять же где-то. Что же на сайте-то, где можешь зайти, там так не шоу-моа. Так, что-то Трамп не поставил доктор Бума. Говорит, что-то сильно напорол, надо переставать так сильно пороть, надо тормозить. Мне кажется, Трамп мечется между разными стратегиями туда-сюда. И в результате он не убрал ни одну. Ни агрессивную, ни защитную. У многих, кстати, игроков, вот наблюдаю за вебками, какие-то приколюхи на заднем фоне. Вот у Кота Скелета, у Гибблера там вообще там все с ХС, это собака там какая-то. У Генимша там подушка от ХС и вот этот шкаф квадратный с океей. Все какие-то приколюхи. У тебя диван? У меня диван. Силеная тряпка. Так. Нет, это только. Тут Изера, это за Сильвана на Изеру пойдет и все. Смотри, Трамп решает ускорить. Ой-ой-ой. Ну вот я дождался. Поехали. Сейчас из армур расколупается просто на раз. Хоть и набил армуры, а тут... Блок щитом сейчас будет прикольно сыграть. Минус миллион хп там. Вчера Саша такой советовал. Блок щитом крутимся через околито еще. Когда уже в файте. Кизи гейм. Там, кстати, смотри, одна карта всего осталась у Дога. Всего одна карта осталась у Дога. Не так уж и много, на самом деле, думал, больше у них разница. А там всего одна карта, ребята. Слушай, одна ведь реально немного. Ну, поможет. Это разница в два хода. Разница в два хода всего. Ммм, интересно. Интересно, интересно. Все равно, скорее всего, Дог, да, Трамп, нет. Но я думал, что разница между ними больше по картам. 3-0. У нас Дог идет... Кому кто там остался? Гнимш. Гнимш, гнимш. Ну, погоди, еще давай убедимся, что идет. Ну, да, я не спешу, один раз так пошутил. До сих пор все многие вспоминают. Красавка пошла. С фризмагом. С фризмагом. С фризмаги Варо 7-0. Ты смотри. Изи. Четыре. Три. Так, уходит казнь. А там Изера. А там Сильвана. Сильвана и Изера Вейкинс. Вейкинс. Да, 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 да. Сильвана, Изера и Вейкинс. Да, боюсь сворованные Изера до кого заберет. Смотри, надо на кислое лицо, так Трампа такое. Я должен сказать, он не особо радался даже когда побеждал. Да? Да. Ну, значит что-то реально случилось. Да нет, просто он сосредоточен такой. Ха, четыре хп как не бывало. Осталось 58 ранее. Ну что, ставь физеру, чего ждать-то? Давай, крути киберспорт. Да, 3-0, ребята, 3-0. Да, Nightmare начал блок, не пойдет. О-о-о-о-о-о-о, ой, все. Сейчас будет консид, выход со скайп, опять чуть запалят. ну почему ждать но хочет убедиться лично кизера будет качать же как и зачем качать а во-вторых на руках он и убивает видал но все равно это так надеетесь я карта сыр на одну карту принесет дракона 86 колит на стол подпорщик и сейчас такой трамп достает верлит мне кажется перечнем ставить околит нужно пару махнуть хотя бы раз я все равно придется паром ударить околит на столе не начали на топор потратить зачем удержать но сильно дракон дракон отлично как а литу еще один порщик после дракона сегодня консидент я это вообще по хитушкам уже почти сравнялись покажи щелблок покажи щелблок да надо шелблокнуться ну ладно трамп ладно приходите следующей осенью